Ничего себе! Стреляли там! Это неправильно! Для мусоров привезли мусорный бак. Извините! А что извините уже? Гражданские против них. В отношении гражданских. Для подчинения. Все, это просто проходит оповещение граждан. Понять, что самое важное в украинском обществе. Украина понад усе. Или человек, его права. Отсутствие электричества не исправляется вот так. Это событие одного дня. То есть, стрельба на улице, к сожалению, которую мы с вами прогнозировали много месяцев назад, что так будет, появляется сегодня в виде новостей, как норма. И не сильно, согласитесь, вот цепляет. Вот типа, ничего себе! Стреляли там! Ну, стреляли, логично. Убивают. Это не должно быть нормой. Это не есть норма. Это неправильно. Вот то, что происходит на улицах, в том числе, конфликты между ТЦКшниками, полицией и гражданскими, вот, 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 такое, знаете, насколько массовый этот конфликт, насколько массовый. То есть, окружающие люди против выступают полиции, прохожие, народ обычный. Смотрите, что происходит на улице. И вот это, вот это вот, который без одежды, это, видимо, полицейский. Он эту женщину задул баллончиком, достал пистолет и выстрелил. Причем, заметьте, что это люди, которые вокруг. Вы спрашиваете, с чего все началось? Началось стандартно, все как обычно, ничего сверхъестественного. Но полиция задерживает человека, ТЦКшники задерживают людей, и окружающие люди, которые мимо проходят, они не, не, не просто не наблюдают происходящее. Ну, не становятся просто наблюдателем. Типа, глянь, что там, что там происходит. Типа, встали все и глазеют. Типа, пожар. Ничего себе, смотри, как горит. А они начинают участвовать. И они участвуют, все эти люди, все практически, не знаю, за каким исключением. Да, я так сказал, за исключением, я вообще не видел такие исключения. Они против действия полиции и ТЦКшников. Вы вдумайтесь, насколько это важно. В этом нет ничего хорошего. В этом вообще нет, вот вообще прям совсем ничего хорошего. Это крайне плохо. Это просто, на самом деле, просто даже если, вот если вдуматься, то это вообще ужасно. Во-первых, ужасно, раздражает меня точно так же, как и вас. Раздражаете кучу ватермарок. Каждый раз говорю, все, но смотрите, люди пытаются отбить человека у полиции. Комментарии, да? Для мусоров привезли мусорный бак. Видели только что, Вот, гляньте, мусорный бак притащили, поставили за машину, чтобы машина не смогла выехать. И люди кричат, не трожьте людей, отпустите людей. Фашисты кричат люди, слышите? Даже здесь народ разошелся. Ну, в смысле, мнения разбежались, разошлись. Не нашли общего мнения люди. Часть людей кричала фашисты, часть людей кричит гоньба. Не смогли найти общего. То есть, там, где два украинца, будет три мнения разных. Всегда так было. Всегда. Фашисты, гоньба. Но третьего мнения не нашел, где люди бы поддерживали. Слышите, что кричат люди? Говорят, стреляйте, ну стреляйте, стреляйте, ну стреляйте. Они говорят, отпускайте пацанов. Пусть я видел, он женщину, гуриную, в ринге. Пусть я видел, вот это, голодная, голодная, сходя. С самого начала. Это же внутри. Рожинка, в отличиеся, одни кричат фашисты, другие кричат гоньба, и третьи кричат пи***. Из песни слов не выкинешь, это народ. Народ скажет, как завья же. Мусорам мусорную это подвезли. Какая штука интересная, правда, что происходит в реальности? Вот он стреляет, смотрите. Зачем он выстрелил? Вы спрашивали, Андрей, они будут стрелять? Да, они будут стрелять, я говорил. Они будут стрелять. Да, логично. Минты со стволами уже. Зачем он пистолет направил на людей? Ну, ведь так же нельзя. Если ты достал пистолет, чтобы стрельнуть, ну, в кого-то, застрелить кого-то, стреляй, если ты полицейский. А если ты не собирался стрелять, не доставай пистолет. Нет же смысла доставать пистолет, если ты не собираешься стрелять. А если ты достал пистолет, и направил его на людей, То ты долб*** какой-то, ты не умеешь обращаться с оружием Я никогда в жизни в руках не держал оружие Но я знаю изначально, заранее, первое, самое главное правило Использования оружия, когда ты берешь оружие в руки С детства, даже с каким-то игрушечным пистолетом Мне папа, не направляя никогда оружие на людей Никогда Стреляет в воздух, выстрелил Значит у него там патроны есть Значит пистолет боевой И вот так вот ходит Зачем ты направляешь пистолет на людей? Зачем? Ну ты сейчас спотыкнешься, вот так упал Все, застрелил кого-то Извините А что извините уже? Даже демонстрировать оружие, вот чатик пишет Запрещено, если нет оснований для его применения Ведь это же стандартные правила использования оружия Мало того, речь идет сейчас не про поле Не про какое-то стрельбище А реально массовое скопление безоружных людей Стрелять в воздух тоже смертельно опасно Потому что тебе могут в этот момент подбить руку И так зачем ты стреляешь в воздух? Предупредительный? Иначе я... Ну что за бред? Что за херня? А это потому, что они ощущают себя Ну я сейчас имею ввиду вот этих мусоров Как на войне Они как будто бы воюют с этими людьми Потому что идет противостояние жесткое Гражданские против них Хотя они представители власти Но получается для них, для представителей власти Вот эти люди враги Поэтому он и достал пистолет Понятно Это одновременно с тем, что он дал Это однозначно Понятно Но он еще и при этом считает окружающих людей врагами И это крайне плохо Потому что это разделяет уже окончательно Вот уже практически бесповоротно Гражданских Просто мирное население Просто людей Ну вот просто Вот люди Люди просто Граждане И власть То есть государство И между ними такая пропасть Что власть применяет насилие В отношении гражданских Для подчинения Но не для того Чтобы восстановить правопорядок Пресечь какие-то правонарушения Какие-то преступления Верно? Речь же не идет о том Что вся эта толпа Мародерит какой-нибудь Ашан Ну например То есть пистолет Он достал потому Что там люди вооруженные Какие-то Пытаются Противостоять полиции И при этом совершается Массовое какое-то правонарушение То есть прибежали какие-то мародеры И мародерят магазин Ну например Или например Или кого-то там избивают Или происходит какое-то там Насилие Правонарушение И тогда этот полицейский Логично говорит Всем лежать Ну или там Подчиняйтесь Оружие на пол И достает пистолет Стреляет предупредительный воздух Что это все серьезно И вот в том случае Он может применять оружие Для того чтобы Пресечь правонарушения А здесь никакого правонарушения нету Здесь просто народ Против того Что делает полиция Отнимает Так сказать у них Легитимность Понимаете в чем штука вся В легитимности Люди выступают против Зачем он с этим пистолетом На людей направляет Он не считает людей преступниками Он не считает людей Ну правонарушителями какими-то Он их считает именно Врагами Понимаете Вот до чего дошло Информационное противостояние В соцсетях Которое подогревало И сама Фарион Вот это вот и дошло До того Что сегодня мы видим С вами на улицах Стреляют Это в Одессе Да это в Одессе Сложно не заметить Вот эту вот Ватермарку Какого-то И очередного дебильного Телеграм-канала Не делайте так Телеграм-канал Говорят Заберите оружие Почему Остальные полицейские Не забрали у него оружие Почему остальные полицейские Не забрали у него оружие Почему А если мы с вами И мы уже так с вами делали Мы с вами Уже так делали Мы открывались с вами Википедию Что в принципе не слышно. Я ее опять, знаете, когда будут обвинять, типа, Луганский, ты, короче, там во всем виноват. Но я в Википедию не писал ни одной статьи. Предложения были, но я ни одной статьи в Википедии не писал. И никогда в Википедии ничего не исправлял. Вот ни разу вообще не виноват в этом. Вот просто хотите меня, может быть, обвинить, но только точно не в этом. Открываем значение слова легитимность. И понимаем, что легитимность применима не только к тому, легитимен ли сегодня президент Зеленский или нет. Верховная Рада сегодня легитимна или нет. Ну и в целом власть. Она применима, вот слово, понятие легитимность, в целом к власти, к власти, к государственной власти. Это не только к президенту. Типа, вы знаете, президент у нас легитимный, несмотря на то, что там уже больше пяти лет, он еще будет до конца войны, это все легитимно. Откуда вы знаете, легитимно или нелегитимно? Речь же идет про то, законно или незаконно, то, что они нам все время объясняют, что президент законно находится у власти, он ее не узурпировал. А легитимность или нелегитимность власти определяется исключительно народом. Некоторые люди считают власть легитимной, некоторые нет. И уровень легитимности, он не нолик-единичка. Типа, он либо есть президент легитимный, либо нет. Нет. Это уровень, уровень поддержки и согласия народа с тем, что власть действительно действует от имени народа. Вот в чем штука. То, что постоянно нам пытаются донести, что президент легален, легально на должности, это не равно легитимность. Потому что легитимность, в Википедии так написано, от латинского легитимус, согласный с законами, законный правомерный, это согласие народа с государственной властью, добровольное, при этом очень важное слово добровольное, признание за ней, то есть за властью, право принимать обязательные решения. По доброй воле. Когда народ действительно считает, что власть легитимная, значит, что эта власть избрана правильно, она представляет народ и ее действия верны. Мы так им передали полномочия, чтобы они управляли от имени народа. Вот когда народ так считает, тогда легитимность власти высока. Но она, легитимность, имеет свойство снижаться в некоторых исторических случаях, в исторических моментах. И вот то, что мы с вами только что видели на видео в Одессе, это вот этот вот абзац вот этой статьи в Википедии. Я его не писал, еще раз, я его не писал. Знаете, тут написано, чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. Все. И вот когда мы с вами видим видео, то, что происходит в Одессе, вот эти вот толпы людей, огромное количество людей, которые против действий полицейских. Это как раз и есть то в реальности, вот на видео, это же факт, в реальности, когда народ отказывает в легитимности действующей власти. Не президенту, не конкретному министру или Верховной Раде, депутатам, а прямым непосредственным представителям власти полиции. Полиция, по идее, действует от имени народа, а народ вокруг считает, что полиция действует несправедливо, не от имени народа, потому что все эти люди, все эти люди, они не в курсе, кто этот человек, они просто его защищают. Исключительно потому, что ощущают несправедливость, потому что менты, мусора, которым они привезли, мусорный бак, не действуют, по их мнению, от имени народа. И вот это, и есть вот этот вот просто раздел, такая, знаете, какой-то такой провал в земле, быть может, если когда-нибудь были в тех местах, где проходилось землетрясение, когда земля так вот разошлась, вот так вот. И не знаю, сойдется она потом или не сойдется, это на выборах всегда решается, сойдется или не сойдется. Позорище кричат, смотрите. Зачем он стрельнул, вы мне скажите? Зачем, с какой целью? Во-первых, он ее уже задул газом, эту женщину, она уже не сопротивляется. Зачем он стрелял, для чего, с какой целью? Козорище! Поэтому к вопросу о том, Андрей, будут ли они стрелять? Да, будут стрелять. Испугать толпу. Ну и что, толпа разбежалась. Сильно толпа испугалась. Вот сильно, прям сильно-сильно. Что-то я не очень заметил, чтобы сильно прям толпа испугалась, прям, чтобы все разбежались. По-моему, не все разбежались. Здесь, на это видео поймал себя на мысли, когда вот это видео смотрел, что, если бы я был бы представителем ТЦК, я уже заранее знаю, что нужно написать. Что в социальных сетях распространяется видео, где сотрудники ТЦК проводят, значит, работы по оповещению граждан. И вот одному из граждан было предложено пройти и обновить свои данные в ТЦК. А он почему-то стал упираться. Напоминаем, что все сотрудники ТЦК, которые указаны на видео, они уже фронтовики и ветераны, они участвовали в боевых действиях, имеют ранения и контузии. И то, что гражданин этот явно некорректно себя повел, но теперь он уже прошел ВЛК, с ним все в порядке, и он направлен в учебную, как это называется, учебную часть, ну, короче, в учебку, где его научат, собственно, воевать. Все, это просто проходит оповещение граждан. А еще и женщина, которая была с камерой, с телефоном, она провоцировала при помощи съемки вот этот вот конфликт. Андрей, и ты раз повсюду же шипсо. Вот же написано вам. Типа, выглядит это так, сценарий такой. Мы вас оповещаем. Пройдемте с нами, обновим данные в ЦЦК. Он говорит. Да-да-да, сейчас-сейчас. Я только там в машине что-то потерял. И они вместе, видите, что-то ищут в машине. Он телефон просто уронил между сиденьями передними. Телефон упал, а доставать оттуда очень неудобно. Вот этот военный достал пистолет. Этот вот конфликт. Вот этот вот дед. Скажите мне, пожалуйста, военный достал пистолет. Зачем? Чтобы расстрелять деда? Зачем? Ну, стоит он дед в штанах просто. Дед в штанах. Зачем ты достал пистолет? Долбоеба ты кусок. Зачем? Чтобы что? Чтобы застрелить человека. И не стреляет при этом. Если ты достал пистолет с целью, чтобы застрелить человека, ну, ты уже тогда принял решение, ну, тогда уже, понятное дело, что, если ты принял решение, ну, делай тогда. Зачем доставать пистолет? Чтобы испугать? А дед не пугается. За что это такое? Зачем вы это делаете? Чтобы люди ненавидели представителей власти, представителей армии? Да что за бред происходит везде. И поэтому вполне логично и объяснимо прогнозируемо нападение на Фарион в том числе. И такое будет нападение не одно. Что ты сказал? Ну, если он тебе что-то сказал, скажи ему в ответ. Это же словесная дуэль. Ну, типа, слышь ты, а ты слышь, шо ты, а шо? А хоть бы и шо так шо, ну и шо? А шо ты мне шокаешь? Шо ты мне шокаешь? Я тебе не тебе, конечно. Ну, и понеслась, хорошо. Зачем? Зачем? Оружие это смертельно. Достал пистолет, чтобы что? Причем вон тут дед и еще вон женщина. В кого ты собираешься стрелять? Какой-то бытовой конфликт. Просто. Просто какой-то бытовой конфликт. Переставь машину. Типа, там, мне в гараж заезжать. Я тебе сейчас... Ну, вот это, стандартная история. Типа, ты переставь машину, это мой гараж. Короче, мой асфальт, я его проложил. Ну, блин, так у всех такие были конфликты. И возможно, что дед трушки тут не того. Очень агрессивно себя ведет. Но это же не означает, что нужно взять пистолет и угрожать ему тем, что его нужно взять и застрелить. Все почему? Потому что военным, в том числе, после боевых действий, нужна реабилитация. Абалденно просто. Я читаю эти новости. Учитесь читать новости между строк. Вихватывать какие-то важные кусочки. Считаться того липня закинчилася 60-денна кампанія з оновлення облаковых данных, яка прописана в новом законе про мобилизацию. Пише нам бизнес-цензор. Стой, цензор нет. За данными Минобороны, свои данные о новелле, о новелле понад 4 миллиона 690 тысяч 496 висково-забовязанных. Каждый раз, когда читаю вот это вот, у меня сразу как будто бы, знаете, как будто бы ты берешь какую-то бумагу, листик, А4, вот ты достал, он новенький еще, вот просто из пачки, да, и так между пальцами, и так резко, и так больно прям. И если данные обновили 4 миллиона 690 тысяч 496 военнообязанных, более чем, то это сколько? 497? Ну ты, блин, вы журналисты, как это? Больше чем 4 миллиона 690 тысяч 496, 496 с половиной? 496 и 2? Или 497? Ну сколько? То есть получается из 11 миллионов, которые должны были бы обновить, обновило 4 миллиона 690. Из этих еще миллион военнослужащих, то есть это получается, грубо говоря, 3,5 миллиона, огромная часть из которых либо забронированы, поэтому они обновили свои данные, либо имеют возможность для отсрочки и так далее. Полтора землякопа пишите. Ну да, полтора землякопа. Дальше ж Кардос. До цієї касти, відповідно до чинного законодавства, відносяться не тільки чоловіки 18-60 років, а и жінки з медичною чи фармацевтичною освітою. Проте жінок не могут мобилізувати, долучиться до силы обороны, вони могут исключительно за власным бажанием. И я такой, че, че, ребята, че вообще? Что? Я реально, я офигел, я же про это говорил в стримах, я не знаю, как от этой фразы избавиться, и в футболку не такой, я же говорил. Типа, вы че гоните, что ли? Че вообще? Спонсорку, кстати, там раздают, кастулюсь. Большое спасибо за поддержку, дякую, дружу. Что это? Что? До цієї касты, відповідно до чинного законодавства, это у нас теперь, відповідно до чинного законодавства, вже з'явилися в Україні якісь касты. Які такі касты? Брахманы, то ли Ахман, то ли Брахман, то ли полный аватар. Что? Какі Ахманы, Брахманы? Кштарії? Какі касты? У нас теперь кастовая система. Ну, слушайте, я, к сожалению, про это говорил в стримах. Судя по тому, что происходит на улицах, то по факту, реально, да, кастовая система разделения. Ну да, касты. Когда обязательно, обязательно в новостях уточняется. Кто человек? Ну, типа, это же военнослужащий. Вот побили военнослужащего, эти, телохранители Коли Тищенко. Все, это незаконное похищение людей, незаконное лишение свободы и так далее. А если это какой-то уклонист ухилянд, то, типа, норма обязательно. А то, что это гражданин и тот гражданин, и у них равные права абсолютно, уже давно не равные права. То есть, реально, у нас есть касты. Ну, отлично. Шудр. Блин, согласитесь, происходящее просто какой-то сюрреализм. Кастыриализм. Причем, вдумайтесь, что в этой новости так много всего. Реально так много всего. Вы вдумайтесь, 4 миллиона 690 тысяч из 11, включая еще миллион военнослужащих, то это означает, что порядка 6 миллионов человек, по разным оценкам, может быть, там и 7 миллионов человек, типа, автоматически стали нарушителями закона. И такого, где-то в истории, где-то такое видели, 7 миллионов человек, раз, и нарушили закон. А есть такое, знаете, юристы, когда учатся на юристов, вот, студенты, они учат кучу латынских, латинских этих выражений, латыни, кучу латыни, там, дуралекс, седлекс, типа, суров закон, но это закон. Ну, там, и так далее. Вот эти вот умные вещи, там, види, види, вицы, или что там про готовься, хочешь, мира, готовься к войне, парабеллум, ну, вот эти вот все. Куча, куча, куча этих выражений. И есть много разных юридических, ну, смысловых этих вещей, смысловых каких-то, понимаете, то есть, есть такие принципы смысловые, юридические, когда, например, опечатка или какая-нибудь ошибка просто орфографическая не является юридической ошибкой. Ну, например, если фамилию написали вашу неверно, ну, там, например, вы Петр, а человек, который писал что-то там, какой-то протокол написал, он написал не Петр, а ПТР, ну, пропустил букву Е, ну, так бывает, да, то это не считается, что из-за этого, конкретно из-за этого протокол будет считаться недействительным, понимаете, да, то есть, есть там указан номер паспорта, и конкретно он сходит, типа, ну, тут же написано ПТР, а я не ПТР, я Петр, типа, ага, все, как бы, это считается. Нет, опечатки, ошибки не являются, ну, доказательства при этом не являются недоказательством, вы понимаете, ваши доказательства не доказательства. Так вот, в юридической практике, если одновременно в один день миллионы людей являются нарушителями закона, то это не вина людей, это закон такой неправильный. Вот так всегда в юридической практике. То есть, нельзя принять закон, по которому после принятия сразу миллионы людей будут вне закона, ну, или нарушителями, или считаться преступниками какими-то. Так нельзя, такого быть не должно. Ну, у нас, вот, как бы, все. 8 миллионов человек, 7 миллионов человек, сколько там будет. Фарион уже обговорили? Да, Фарион обговорили. В очередной раз. Я выступаю категорически против любого насилия, стрельбы, убийств, угроз и так далее, к чему призываю каждый, в каждом стриме, каждый стрим, говорю об одном и том же. Прекратите угрожать, прекратите писать про убийство, угрозы, убийство насилием, угрозы насилием, убийство и так далее. И разжигать ненависть и агрессию внутри страны. Нужно ее объединять, вместо того, чтобы разъединять. И разделение на касты, мне кажется, это просто, ты не знаю, чушь это какая-то просто, бред это какой-то. Я делал опросник в телеграм-канале, 5 с половиной тысяч голосов, к какой касте вы себя относите, раз уж поделили на касты. Есть Брахманы, Кштарии, Ухильменши, Вайши, как правильно читать, Вайши, Незломоменши, Шудры, или вот, вы, напиши, вы к какой касте относите себя. Капец, просто реально какой-то бред. А Рушница, наоборот, только нагнетает. Вот это, к сожалению, да, пишут, где Луганский ему дорогой, это идеологические разногласия, но при этом нагнетение в информационном поле с применением каких-то, ну, можно, можно даже применять какие-то оскорбления, но не угрозу насилия, убийством, избиением и так далее. К сожалению, он просто долбанулся, у него крыша поехала, и он угрожает физическими расправами, понимаете, убийством и так далее. Чего делать нельзя, потому что оно вот так вот, как карма, врус, ты вращается, понимаете, и оборачивается вокруг себя. Как с Фарион произошло, пишет, что Ухильменши, каста иммигрантов. А вы иммигранты, иммигранты, у меня для вас есть отличные новости, просто. Просто идеальные новости, про которые, ну, нельзя, нельзя прям с этого не начать даже стримчик. Итак, готовы? Ружицу даже жалко, ну, даже жалко, да, его, у него ментальное здоровье его подкосило, конечно. Вроде был как-то относительно более-менее логичным, а сейчас, ну, ему нужна реабилитация психологическая. Ну, реально, я кроме шуток, абсолютно, мне реально жаль человека, ну, реально жаль. Психологическая реабилитация нужна. Ну, нужно как-то... Ну, собраться что-ли с мыслями, понять, что важно, что не важно, расставить приоритетность. Ну, разобраться, что есть такое русский мир. Понять, что самое важное в украинском обществе. Ну, типа, ты какие ставишь приоритеты? Украина понад усе? Или человек, его права, свободы, безопасность, честь, достоинство? Ну, то есть, разобраться с ценностями. Потому что есть люди такие, ну, как Коваленко, например. Тот, который... Злой одессит, вот тот, который... Не тот, который директор Центра процедит за информацией, они просто однофамильцы. Совпадение? Может быть, и нет, а может быть, и совпадение. Вот тот нацист, просто настоящий. Он вызывает ненависть, он пишет про погибших людей, которые погибли в Тисе, тела которых понаходили. Он называет их баклажанами. И, ну, просто высказывает нацистские убеждения. Он человек, явный, откровенный нацист. Но тогда у него не поломалось все в голове, а человек так и имеет убеждения. Ну, человек нацист сегодня, ну что? Ну, что вы, кстати, можете сделать? Ну, есть вот такой человек, нацист он. А если мы говорим про рушность, то вроде как будто бы и не нацист. Тем более, что относительно еще вот этой вот штуки, нация, формирование нации, как политической нации, и надо бы разобраться тоже, из людей разной национальности, что крайне важно сегодня. То есть украинцы, как политическая нация, формируясь из людей различных национальностей, из украинцев, из евреев, из армян, да возьмите любую национальность, которая формирует политическую нацию. И уж кому, кому, как не ему, понимать, что это сегодня крайне важно. И вот эти вот националистические убеждения, они всегда доходят до какой-то грани, нужно их всегда удерживать на этой грани, чтобы не перейти из националистических убеждений в нацистские. А он при том, при всем переходит в нацистские. И это страшно, потому что тут разница-то, она есть и чувствительна, но расстояние между националистическими убеждениями и нацистскими, она небольшая. А разница существенная, там прям пропасть, там где призывы к убийствам, к расправам, к физическому какому-то устранению, насилиям, это нацизм. Надо вернуться немножечко назад, в здравый национализм, причем при этом еще понимая про формирование, разобравшись в голове про формирование украинской нации на сегодняшний день как политический конструкт, а не как мононациональное, то, что пропагандирует Фарион, ну или пропагандировала, судя по новостям, я так подозреваю, что ее, ну прям она получила какие-то серьезные повреждения. Это ужасно. Ну, давайте про хорошее, про эмиграцию. Я читал эту новость и офигел. Ничего не понял, ничего не понял при этом, но очень знатно офигел. Министерство иностранных дел Украины и Организация Объединенных Наций, каждый раз, когда читаю, кстати, в новостях про Организацию Объединенных Наций, удивляет, что она до сих пор существует. Типа, это еще организация и есть? Офигеть. Профинансировали? Бесполезная херня такая, но тем не менее. Министерство иностранных дел и Организация Объединенных Наций запускают онлайн-платформу для украинцев, рассматривающих возможность возвращения из-за границы. Он такой, во, где сразу эта новость заинтересовала, типа, ну-ка, 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 расскажите, расскажите. Глава МИД Дмитрий Кулеба и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев, у них есть комиссар ООН по вопросам беженцев, Филиппо Гранди, объявили о запуске онлайн-платформы «Украина – это дом». Вот я прям хочу посмотреть, как выглядит эта платформа, честно говоря, вот не было возможности, я к стриму готовился, еще не хватило времени, обязательно посмотрю, обещаю вам, обязательно посмотрим, что это такое. Для тех украинцев, которые рассматривают возможность возвращения из-за границы, платформа будет предоставлять перемещенным лицам, напишите, беженцам, перемещенные лица, да ведь он же верховный комиссар по вопросам беженцев, не говори так, беженцы, перемещенные лица, не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный рост, хотя верховный комиссар по делам беженцев, по вопросам беженцев. Значит, платформа будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять информированные решения о возможности возвращения из-за границы в Украину. Значит, про это говорит министр. Мы готовы работать вместе над помощью украинцам за рубежом, готовы вернуться в возвращении домой. В этой связи рассчитываем, что одним из важных инструментов станет платформа «Украина – это дом», которые начинают свою работу под эгидой УВКБ. Это, что тут, по делам беженцев. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор. Не умер, а обратно родился, пишут, да. Во-первых, очень интересный вопрос. А зачем вам ООН при этом? Для чего? Вы создаете сайт, где будете рассказывать про возможности и преимущества возвращения в Украину из-за границы. ООН здесь при чем? Вы что, сайт сделать не в состоянии? И скажите, ну, положа руку на сердце, вот честно. Меня за это и не любят. За раздражающую прямоту и те вопросы, которые я задаю, которые задавать нельзя. Для чего вы просто окажете в публичном упростыре? И вот этот вот мем, видимо, сечу к с лицом Зеленского. А какие на сегодняшний день актуальные преимущества для семей возвращения в Украину? Какие? Ну, какие? Если вы начнете рассказывать про пафосные вот эти вещи, что Украина, это ридный день для каждого украинца. И вот так, когда вот так, вот так, с придыханием, когда вот так вам рассказывать, что сегодня, вы знаете, что каждый украинец, он поменит ведь чувак. Вот это вот все, это все, вычеркни. Давай конкретно. Ну, чтобы пальцем можно было загибать. Вы бы посмотрели, какие мы высадили сакуры. Какие у нас дороги. Блин, капец. Речь идет про безопасность. И исключительно про выживание людей. Ну, типа, как люди выживают сегодня? За счет чего? При помощи каких ресурсов? Как выживать? Нет электричества, связи, продуктов питания. И непонятно, когда все это закончится. Ну, вернее, понятно, но люди не хотят в это верить, думать и про это говорить. Что в ближайшие годы, годы, это не исправить. Отсутствие электричества не исправляется вот так. Ну, типа, почините там что-нибудь, сделайте там что-нибудь вообще. Ну, что вы, в конце концов. Мы же вам платим такие налоги. Ну, давайте как-то там порешайте, в конце концов. Ну, что это у вас такое? Ну, как? Ну, не порешается. Ничего не получится. Это на годы. На, ну, не знаю, на три. На пять лет. На три. Пять лет. Поймите. Пять лет. Субтитры подогнал «Симон»